Мы искренне рады приветствовать вас, дорогие друзья, на шестой теме встречи, посвященная «Как пережить трудности, испытания и проблемы в жизни, которые сталкиваются в жизни христианина». Скажите, подумайте, просили ли вы когда-то Господа сделать вас хорошими, сделать лучшими? А потом проходило время, и вы понимали, что ничего не поменялось в вашей жизни. И разочарованные, мы задаем себе вопрос, Господи, а почему так происходит? Ты имеешь силу, ты имеешь дары, мы просим тебя об этом. А почему мы остаемся такими же, как были и раньше? Мы приглашаем вас исследовать священное Писание вместе с нами для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. И мы хотим, чтобы жизнь каждого из нас изменилась, чтобы мы стали ближе к Господу, ближе друг к другу. И не только мы, но и наши друзья, наши близкие. Поэтому призываем вас быть не только зрителями, но и приглашайте своих родственников, своих друзей в онлайн-интернет-пространстве присоединиться к просмотрам. Делитесь ссылками, будьте активны в комментариях, нажимайте кнопку «Поделиться», «Нравится», чтобы многие люди могли узнать о Господе и обрести надежду, обрести радость и покой в своей жизни. Сегодня в этой студии участвуют в изучении сегодняшнего урока мои друзья, семья Булгак, пастор Руслан и его супруга Татьяна. Добро пожаловать. Здравствуйте. Я приглашаю, чтобы прежде чем мы откроем Священное Писание, чтобы понять, какую роль играет сила воли, решение человека, как взаимосвязаны человек и Бог в изменении характера сердца человека, чтобы мы прежде обратились к Господу и просили, чтобы Он открыл наши глаза, наше понимание. И также молились о тех людях, которые стоят на пути перемен, на пути к Господу, но имеют плохие привычки, имеют какие-то черты характера, которые им трудно измениться, они испытывают какое-то разочарование, руки опускаются. Это могут быть наши родственники, это могут быть наши дети, наши родители, наши друзья, чтобы Господь благословил их в их усилиях и решениях. Помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты тот Бог, на которого мы можем полагаться, Ты тот Бог, который нас спасает, пролил кровь за нас. Благодарим, Боже, Тебя за это. Благодарим за услышанные молитвы, которые каждый день мы чувствуем в своей жизни. Также просим Тебя, Боже, в дальнейшем Ты не оставляй. Ты видишь людей, которые приняли решение быть с Тобою. Но в нашей жизни каждый день и каждый день мы сталкиваемся с тем, что очень тяжело сделать правильный выбор. Очень тяжело избавиться от тех пагубных привычек, которые были в нашей жизни. Боже, просим, дай силы, чтобы это всё мы смогли оставить и идти, и быть ближе и ближе к Тебе. Помоги тем молодым людям, которые сегодня принимают своё сердце, идти за Тобою, чтобы ничего не останавливало их, и чтобы никакие проблемы, никакие трудности не позволяли нам уводить свой взгляд от Тебя. Боже, просим, Ты будь, иди перед нами и приготовь наш путь. Аминь. Аминь. Шестая тема субботней школы, которую мы исследуем вместе с нашими друзьями, озаглавлена «Подвязаюсь силою его». Это цитата из опыта апостола Павла, который делится своими жизненными переживаниями, своими успехами в Послании к Колоссиянам в первой главе 29 тексте. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его, действующую во мне могущественно». Он говорит о своих усилиях, о своём труде, он говорит о том, как он подвязается, и мы чуть позже об этом попытаемся понять смысл этих слов, но он говорит и о действующих в нём могущественную силою. Я понимаю, что речь идёт о силе Святого Духа, который действует в нём. Как действует в человеке Святой Дух? Тот, которого Господь обещал как помощника, как утешителя, тот, без которого мы не можем ничего. Павел, как человек, как евангелист, как пастор, он сталкивался с большим сопротивлением. Ему нужна была поддержка, сила продвигаться вперёд, совершать своё служение. Поэтому он чувствовал это в своей жизни, что Дух Божий помогает его, укрепляет его. Одно из действий Духа, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна 16 главе и восьмом тексте, потому что действия Духа различны, то есть они имеют разные проявления. Одно из действий Духа, здесь написано так, 16-8 от Иоанна. «И Он, то есть Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть Дух Святой указывает людям или каждому человеку, каждому из нас, на нашу греховность, на наши ошибки, на наши падения, которые мы совершили. И о суде, и о последствии. Да, какие будут последствия. Потому что если ты не понимаешь, не видишь себя глазами Бога, если ты не видишь последствия этой жизни, у тебя нет желания меняться. Конечно, но если и нет обличения о грехе, ты даже не знаешь, от чего тебе нужно избавиться в этой жизни, или что нужно поменять. Но, тем не менее, да, здесь приводится действие Божие, действие Духа, но Дух Святой не может человека заставить раскаяться в этом грехе. То есть Он может указать человеку на ошибку, Он может указать на нужду в покаянии, но действие покаяния само — это уже отклик человека на то действие Святого Духа, которое Он открывает ему. Вот то, что касается вопроса. Христос говорит о Святом Духе как о Духе истине. Какую роль играет познание истины в преодолевании испытаний? Да, интересно, что когда мы будем сейчас отвечать на этот вопрос, то мы можем сказать, что еще одно действие Духа, записано о нем в 16 главе 13 стихе этого же Евангелия, «Когда же придет Он Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть Он, с одной стороны, обличает в грехе, а с другой стороны Он открывает истину. Некоторые говорят, есть такой образ обезьяны, у которой закрыты глаза, уши и еще что-то, и рот, наверное. Я ничего не знаю, ничего не вижу. Но Бог не хочет умыли такими закрытыми глазами и ртами, потому что Бог нам дает выбор. У каждого человека есть свой выбор. И сейчас, когда мы принимаем волю Божию, мы не можем изменить мир. Вот мы приняли, мы начали меняться, стараемся меняться со своей стороны. Мы не можем изменить весь мир, но мы можем изменить свое отношение к миру. И люди, видя наши отношения, они будут видеть Бога в нашей жизни. Но если мы будем заставлять, ты должен сделать так, другому человеку опять говорить, как он должен поступить, мы этим свет не проявляем. Но живя, люди видя пример, тогда люди будут понимать, как нужно. Иногда истина, которую мы постигаем благодаря действию Святого Духа, открывает нам, почему мы оказались в трудном положении, почему мы сейчас страдаем. Иногда человек говорит, ну почему я страдаю? А потом читает Библию, говорит, слушай, так это же не Бог меня наказал, это я пошел против истины, я пошел против Божьей воли. Я сам себе заслужил, заработал это спасение. Поэтому роль истины в преодолении испытаний заключается в том, что ты понимаешь, почему ты страдаешь, почему вообще весь мир наш страдает. Ты понимаешь себя, понимаешь мир, понимаешь в контексте великой борьбы. И это понимание не вводит в тебя депрессии и в стремлении в каких-то неправильных, ну кто-то перед лицом страданий, у него снижается самооценка, отчаяние, он пока заканчивается самоубийством, или употребляет алкоголь, или наркотики, или уходит в себя. Но истина в том, что понять, что есть и выход. Святой Дух показывает не только, кто ты есть, но он и ведет к тому, кто может тебя изменить. Он как тот детоводитель, который ведет ко Христу. Каким ты можешь стать в дальнейшем, если ты примешь... Выход. Потому что важно не только понять, как плохо, и что тебе нужно меняться, но очень важно понять, а где тот путь, по которому идти, чтобы измениться. Ещё истина показывает на то, что у человека есть свобода выбора, свобода его воли. Потому что многим людям нравится жить так, как будто от них ничего не зависит. Ну и страдания не зависят, последствия не зависят как бы от меня. А истина нам говорит, многие вещи — это результат нашего выбора, потому что мы свободны делать свой выбор. Иногда легче сказать, так предназначено, или так судьбой предназначено, или так было решено, так написано на небе. Как бы человеку легче так воспринимать, что он сделал неправильный выбор, чем сказать, что это моя вина, я неправильный выбор сделал. И вот эти последствия, которые в моей жизни, плохие, трудности, скажем. Когда радости, мы не говорим такие вещи, но когда трудности, мы сразу хотим на кого-то переставить ответственность за принятые решения. Люди склонны впадать в какие-то крайности. Одна из крайностей, когда человек пытается себя изменить. Подобно как Бронмюнхгаузен рассказывает, как он себя тянул за волосы из болота. Так мы пытаемся тянуть себя за волосы из болота своих плохих привычек. И говорят, слушай, не получается. Волосы рвём, уже не остаётся их, а мы остаёмся в этом болоте. Решение приняло, а силы нет. Да, то есть человек говорит, ну всё, буду хорошим, буду хорошим, а не происходит этого. И он человек разочаровывается. Другая крайность, когда человек говорит, ну, я буду ждать, когда Господь меня поменяет. И говорит, это сверхъестественно, это дело Бога, поэтому когда он решит это сделать, он по своей милости совершит. Павел же говорит, что в нём действует Божия сила, но он также указывает и на важность усилий человека. Вот он говорит, я для того и тружусь, и подвязаю силы его. Он трудится, но при этом не и силу, обращается к силе сверхъестественной Божией. Вот интересно, в чём роль человека, а в чём роль Бога, в том, чтобы достигнуть вот эту цель, будь то проповедь, будь то совершенствованного нашего характера, что мы должны делать, а что Бог должен делать, а что Бог никогда вместо нас не сделает. Да, как вы говорили уже, что не нужно впадать ни в одну, ни в другую крайность. Имеется в виду, что когда мы говорим об изменении в нашей жизни, это не значит, что всё зависит от меня, или всё зависит только от Бога. Имеется в виду конкретный человек. Здесь апостол Павел говорит, нужно трудиться. Я подвязаюсь, это значит, я соглашаюсь трудиться. И здесь используются метафоры атлета. Атлет. Тот, который тренируется, тот, который выходит на состязание, который должен одержать победу и так далее, оказаться первым во всей этой истории. Но всякий труд, всякие перемены в жизни человека начинаются с желания встать с дивана. Ты не сможешь, из-за тебя этого никто не сделает. То есть есть то, что можем сделать только мы. И что не сделает Бог того, что должен сделать человек? Бог не примет вместо нас решения встать и пойти к нему, для того, чтобы обрести от него эту силу побеждать. Наш труд, как бы это странно ни казалось, заключается в принятии решения. Очень часто мы не хотим принимать это решение. Я разговаривал с людьми, они говорят, когда мы беседовали, я говорю, вы готовы за мной повторить в молитве «Господи, я хочу бросить курить, но не могу». И человек так задумался, говорит, как будто и хочу, но как будто и не хочу. Но если человек говорит, «Господи, я хочу, я принимаю это решение для себя», тогда вот это желание человеческое объединяется с силой Божьей. Но Бог никогда... Конечно, Бог хочет, чтобы человек избавился от того или иного. Он готов все предоставить для этого, но он ждет, что мы скажем, «Я хочу, это мое решение, я принимаю это решение». Я вспоминаю картину Микеланджело, сотворение, где Господь вытянул руку к Адаму, и расстояние между рукой Божьей и рукой Адама всего лишь одно движение фаланги пальцев. То есть это то, что Бог ожидает человека. Вот этот порыв души, эти слова, которые сказал блудный сон, «Встану и пойду», и встал, и пошел. А Господь уже укрепляет человека в этом пути. Это сочетание, на самом деле, это сочетание того, что делает Бог, и того, что делает человек. И Павел это испытал в своей жизни, когда он сочетал Бог, когда видел это все, он обязательно помогал этому человеку преодолевать все испытания, все трудности, которые были у него. Иногда человек понимает, знает, путь, который он знает, это хорошо, это плохо. То есть с пониманием все хорошо. Но говорит, ну так захотелось, ну не мог, ну не сдержался. Я увидел, и говорит, и так захотелось, что я вот это сделал. Вот какую роль играет чувство? То есть как согласуются человеческие знания, его воли, мышления с его чувствами? Чувства помогают или мешают человеку осуществить свое решение и сделать перемены с жизнью? Иногда не всегда они помогают, потому что иногда чувства, чувства могут быть разные, да, к чему-то разному. Может быть чувство, поел что-то, и тебе это понравилось, и тебе хочется еще. Или чувства, ты очень сильно полюбил человека, и ты хочешь быть этим человеком, несмотря ни на что. Иногда чувства преобладают над нашим умом, когда мы понимаем, что это не очень хорошо. Идти вот таким путем не совсем к хорошему приведет. Но чувства иногда затупляют то те мысли или те нужные слова нужные слова или нужные действия, которые мы должны сделать. В этот момент лучше бы найти человека, который помог разобраться в наших чувствах, как лучше сделать. Потому что не всегда они хорошо влияют. Что влияет на пробуждение таких чувств, таких желаний? Мы посмотрели на что-то, послушали что-то, увидели что-то. Вот эти вот чувства наши, зрение, слух, обоняние, от этого всего возбуждается наше желание иметь что-то, увидеть что-то, пойти дальше. Что же там дальше нас ждет? Бывает ли так, что человек в своем решении руководствуется не библейскими принципами, а под порывами чувств? И к чему это может привести? Какие библейские примеры, опыты людей, которые принимали важные решения в своей жизни не под действием понимания истины, а под действием своих чувств? И к чему это привело? Ну, очень распространенный принцип, по которому живут люди, многие люди в нашем мире, это слушай свое сердце. Слушай, что говорит тебе свое сердце. Даже если мы возьмем какие-то известные фильмы, такие иногда ключевые фразы, там и музыка такая специальная. Слушай свое сердце. Но Библия говорит о том, что лукаво сердце человеческое, оно крайне испорчено, и ты не можешь в полной мере доверять ему, потому что оно очень часто принимает решения на основании чувств. То есть желание, порывы, чувства, не то, что должно нами руководить. Да, и в Священном Писании написано, когда дьявол искушал Еву, чтобы она взяла запретный плод, там написано, она увидела. Захотела. Она захотела, потому что это была очень серьезная реклама, если так можно сказать, потому что реклама сегодня воздействует именно на чувства человека. Он понимает, это вредно, это нехорошо, но я так этого хочу, потому что оно воздействует на зрение, на слух, на обоняние. Я читал о том, что в супермаркете, специально в разных отделах супермаркета добавляют и запах, чтобы человек, когда проходил, чтобы он это мог захотеть. Я говорю, даже... Запах свежего выпеченного хлеба, который... Манит тебя и говорит, купи меня. Свежий атмосфера дома, дома, домашний, свежий, все сделано только сейчас. И даже люди, которые на базаре продают, они научились брызгать эти помидоры немножко водичкой, для того, чтобы они казались еще более свежими, более привлекательными. Все это рассчитано на чувства человека. Ева увидела, Ева почувствовала, что нужно его обязательно съесть, потому что оно приятно будет для вкуса. Давид, когда увидел женщину, которая купалась, он тоже посмотрел на нее. Это оказало влияние на его... И как и у него, так и у нас испорчено его сердце. И поэтому на основании своих чувств, несмотря на то, что у него были спутницы его жизни, он сказал, я хочу вот ее. Я хочу, чтобы она была моей. Это решение было принято на уровне чувств, на уровне импульса, сексуального влечения и так далее. И его опыт показал, что он не смог совладать своими чувствами. Чувства сыграли решающую роль. Кто-то сравнил чувства и разум с всадником и конем. Всадник и конь. Он говорит, наше чувство — это как конь, у которого есть сила. Это очень сильно, если мы берем, допустим, аппетит человека или жажда, или сексуальное влечение. Это такие икони, которые мы не всегда можем их удержать. Но есть ли какой-то совет из Библии, как опыт, который бы вдохновил, и помог? Как поступить? Чтобы руководить. Где эти уздечки? Боб пишет о том, что есть негативные опыты. Человек не сдержался. Адам с Евой. Ева не сдержалась. Она захотела тот плод. Но есть и положительные примеры в Библии, где описывается о том, что было большое искушение. Когда Иосиф был в доме Патифара, служил там и имел не самые низкие положения в этом доме, тут жена Патифара захотела быть с этим красивым юношей, который имеет телосложение, который имеет внешний вид, очень красивый. Она захотела с ним быть. Но человек, но этот парень, молодой парень, который мог бы иметь того, чего не нужно, желая того, чего не нужно, он выстоял. Он сказал, как я могу сделать такое перед Богом? Это же нехорошо. И он убежал оттуда для того, чтобы не давать повод искушению дальше работать. Бог даёт силы тогда, когда мы говорим стоп, нет, и уйти. Или выключить, что на компьютере мы... Но это искушение, оно рождается изнутри эти чувства. Как сказать, как остановить эти потоки чувств, желаний, которые исходят из испорченного сердца человека? Да, продолжая метафору всадника и коня, если конь — это чувство, которое обладает огромной силой, энергией, то всадник представляет собой разум человека. И вот в первом послании апостола Петра к церкви, в первой главе и тринадцатом тексте он говорит посему, то есть он как бы подводит итог. Возлюбленные, он пишет, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Он говорит, наш разум нужно припоясать. Мы все с вами, в основном мужчины, мы носим пояс, мы припоясываемся. Ну, они носили мужчины длинную одежду, и если им нужно было быстро идти, то они подвязали края, то есть запинает их. Вот эти чувства, которые могут запинать человека, нужно припоять. А как это практически? В другом месте, если я не ошибаюсь, написано о том, что припоясание происходит при помощи истины. То есть, когда мы знаем истину, она держит нас, как пояс, как пояс держит тело человека, особенно, когда мы сегодня говорили об атлетах. Он одевает такой широкий, плотный пояс, для того, чтобы он мог поднять штангу и так далее. Этот пояс его держит, как бы, ну, если так можно сказать, в узде его держит, то есть жестко держит его. Поэтому человек может принять решение покоряться или починить свой разум библейским принципам, которые выражены в его слове. И это держит чувство, да, я хочу, да, я хочу, мне нравится, меня влечет и так далее, но есть какой-то определенный сдерживающий фактор. Это истина Божьего слова. Вот Давид, о котором вы говорили, что по действиям чувств сексуальных желаний он нарушает седьмой заповедь, он вступает в отношении Версавии. А как Давид использовал этот принцип в том, чтобы в дальнейшем не повторять вот этот негативный опыт? Он использует такое выражение, да, я положил завет со своими глазами. То есть он принял решение обмазать. Я договорился, я договорился, да, я договорился со своими глазами, что я больше перед собой ничего, такое плохое ставить не буду. Не буду смотреть на вещи непотребленные, на зло. Хотя, если мы берем нашу жизнь, мы не можем полностью исключить, что нам попадется что-то на глаза, то, чего нам не нужно, или то, чего приведет нас к падению или к искушению. Мы не можем сто процентов этого избежать. Но остановить свой взгляд, продолжить размышлять над этим, здесь уже истина Божьего Слова, сила Божьего Слова должна нас остановить от этого. То есть мы должны принять решение, на что смотрим, на что слушаем, потому что это может повлиять на наше желание, у нас может появиться желание, которое может привести к действию, которое может привести к привычке, которое может привести к характеру и которое приведет, конечно, в итоге к судьбе, за которой нас ждет суд. И если мы говорим в контексте общей темы нашего урока страдания, если мы принимаем решение, основываясь на своих чувствах, мы потом пожнем страдания в результате нашего выбора, которые вначале нам не казалось, что это может быть. Вначале это все приятно, кажется, хорошо, неужели я буду из-за этого страдать? И мы видим, сколько сыновей Давид потерял по причине этого греха, какие были между ними противостояния, и когда его сын спал с его наложницами, бросая ему вызов, то есть он понимал, да, я уступил своим чувствам, и теперь я страдаю не потому, что мои дети такие, а потому, что они, это последствия моего выбора. Спасибо. А говоря о влиянии чувств, на волю, Христос призывает к решительным мерам. В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в 29 тексте, он говорит, категоричный совет человеку, который хочет иметь освященный характер. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено гену». Вот интересно вот это такое выражение, этот совет дает Иисус Христос, но я в своей жизни видел много людей, берущих, но ни одного не видел, у которого не было правого глаза. И я не могу понять… По этой причине имею. Да, да. То есть, или у человека, или никто не соблазнен, не искушаем того, что он видит, или какой-то другой принцип, потому что не вижу, не видел искалеченных. Какой принцип содержится в словах Иисуса Христа? Вот как нам практически исполнять эти слова Иисуса в нашей жизни? О чем мы должны помнить? Но здесь Бог говорит о том, что лучше бы иметь жизнь вечную, но без глаза, чем умереть. Но здесь мы должны понимать, что Бог не буквально говорит о том, что возьми, вытащи свой глаз, если он тебя искушает, или руки отрежь, если они тебя соблазняют. Бог говорит о том, что в голове, если ты знаешь, что вот что-то тебя искушает, что тебе приносит влечение ко греху, удали это из своей жизни, убери его вообще, чтобы ты остался в той среде, где нет того греха, потому что от нас зависит. Мы включаем компьютер каждый день, телефоны у нас есть. Мы контролируем, что мы открываем, что мы смотрим, что мы читаем. И если иногда появляется что-то там в уголке, или где-то появляется ненужное окошко, мы должны сделать выбор, нажать, на что нажать. Нажать, чтобы это увеличилось на экране, или нажать, чтобы это удалилось. Может быть, в нашей среде есть много искушений, но мы должны со своей стороны сделать так, чтобы мы приняли правильное решение. Мы этим должны показать свою решительность по отношению ко греху. Я не хочу быть с грехом. Я хочу быть на стороне Бога, отдаляясь от греха. То есть это то, что Господь вместо нас не делает. Он говорит, если ты видишь, то ты это сделай. То есть ты закрой ворота для тех сил, для тех источников информации, которые могут воздействовать на тебя, пробуждая нехорошее, Хотя здесь Христос не имеет в виду буквально, но тем не менее идея, которая здесь тоже присутствует, лучше тебе пострадать, и это страдание тебя чего-то убережет, чем только наслаждаться, и потом в конечном итоге потерять всё. Потому что мы же говорим о теме страдания. Страдания, они что-то отсекают в нашей жизни, то, что может нас лишить в конечном итоге вечной жизни. Поэтому Он говорит, стоит этим пожертвовать, потому что человек приходит, говорит, а, уже это нельзя делать, если я пришёл к Богу. Это страдание, лишение. Не пей, туда не ходи. А Христос говорит, это стоит, это стоит того, чтобы ты от этого отвлёкся. Если я не буду со всеми женщинами, так сколько я себя лишу удовольствия в этой жизни? А Господь говорит, если ты будешь со всеми, ты лишишься главного удовольствия, вечной жизни. Поэтому отсеки это, удали это, и тогда, может быть, тебе придётся потерпеть что-то, перенести что-то, но ты в конечном итоге не потеряешь самое главное, как атлет, да, вот мы сегодня говорили, на краду своей. Насколько важно быть вот этим решительным и стойким в преодолении трудностей? Бывает так, что человек знает волю, знает, какие должен предпринять шаги, решения, что должен делать, что не должен. Но, говорит, ты знаешь, говорит, я что-то, говорит, ну не хватает у меня от этой силы воли. Но вот сегодня нет, а вот завтра или чуть позже, я ещё не готов. Вот что нужно, чтобы знание могло осуществиться в практике? Мы сегодня говорили, касались Евы. Когда Бог сотворил Адаму и Еву, Бог сказал Адаму с Евой ходить вдвоём по Эдемскому саду. Но когда начинается, Ева чуть-чуть ослушалась и ушла в сторону, у неё появились соблазны о том, чтобы съесть плод, который привёл ко греху. В нашей жизни сегодня тоже бывает. если мы чувствуем, что у нас может быть испытание или может быть там мы можем согрешить или соблазны может быть пойти в какой-то круг друзей, где мы понимаем, что мы не сможем удержаться и быть достойно не соблазниться, лучше не ходить в ту среду, не находиться в той среде. если у нас есть невоздержание в еде, даже в еде, избегать тех мест, где можно чересчур много кушать. Или если у нас есть проблемы с выпивкой, мы должны избегать тех мест, где мы можем встретить среду, где люди принимают или пьют. Или с друзьями мы вышли куда-то и есть соблазн того, что могут заманить куда-то в нехорошее место. Мы должны перед собой поставить цель, куда мы должны пойти и куда мы не должны пойти. И для того, чтобы сам человек, если трудно ему принять это решение, лучше взять кого-то, чтобы сказать, давай, помоги мне не согрешить, мне трудно самому удержаться, будь со мной рядом, чтобы я смог выдержать. Если не будет такого человека, взять на колени, упасть возле Бога, молить Бога о том, чтобы Бог дал силы, как в борьбе с Яковом. Яков боролся со Христом всю ночь. Боролся, боролся, и он хотел перебороть Бога, чтобы Бог его благословил, но он не знал вначале, с кем он борется, и он хотел перебороть. И когда уже Бог коснулся его бедра, и он лишился, он получил увечья, он уже не мог бороться, но он схватился за ногу, хотя бы схватиться для того, чтобы не отпустить, пока меня не благословит сам Бог, чтобы я был с благословением. И каждый день, когда когда он шёл каждый день в своей жизни, он хромая вспоминал, что у меня была борьба, но я благословлён, и как бы я ни боролся, я должен держаться того, чего не будет мне мешать иметь жизнь вечную. Почему мы когда говорим о решительности, кто-то сказал так, что каждое поражение, оно готовит следующее поражение, и каждая победа, пусть она даже маленькая, она готовит тебя к ещё большей победе. Поэтому, если человек говорит, я вот здесь должен выстоять, если я выстоял, выстоял, я увидел, я имею опыт того, как я это сделал, даже если приходят более сложные обстоятельства, такие как страдания, испытания, давление, прессинг, который наступает, человек говорит, ну, слушай, я выдержал в прошлый раз с Божьей помощью, буду ещё более настойчивым для того, чтобы выдержать и в этот раз, и идёт тогда вот от победы к победе. Человек меняется, или он становится сильнее благодаря одержанным победам, или он становится слабее из-за тех поражений, но после каждого искушения мы уже не такие, как были до этого. Как Яков, да. Как Яков. История Якова, она очень известна, очень показательна, потому что в его жизни произошла не только перемена имени, но и изменение направления его жизни, его характера. И сегодня продолжает звучать, мы понимаем о том, что цель Бога не избавить нас от страданий. Жизнь с Богом это не жизнь без страданий. Ну да. Но страдания, которые Бог допускает в нашей жизни, они способны сделать нас лучше и заставить нас, побудить нас быть более решительными в том, чтобы прилагать усилия. Какова роль и на что мы должны эти усилия? Вот самый, наверное, конечный вопрос. На что мы должны прилагать свои усилия? На чем мы должны трудиться, чтобы в результате мы были победителями? Боролся, да. Если мы говорим про Якова, боролся всю ночь, коснулись его бедра, страдания, которые были ему причинены. Но он говорит, если посмотреть на эту картину, ну я не могу уже бороться, у меня нет сил бороться. Единственное, что у меня хватает сил еще, это держаться. Поэтому он держался и говорит, я не отпущу ни в коем случае, как бы тяжело не было, как бы больно не было, как бы трудно не было, и я буду держаться. И он говорит, ты получил благословение, Бог сказал, ты получил благословение за свою настойчивость. Ты держался за меня. Когда мы сегодня говорим о страданиях, о трудностях в нашей жизни, самое главное, проходя через все эти испытания жизни, не отпустить Бога, если так можно образно сказать, но в этом секрет победы. Наш труд, наша настойчивость, наши усилия, наши труды в этом процессе перемены нашей жизни, нашего характера должны быть обращены не на то, чтобы не на себя, не на самозерцание самозерцание и разочарование, что вот я пытаюсь быть лучше, но не получается, а наши усилия, наш взор должен быть направлен на Бога, чтобы крепче держать Его, доверять Его, помнить Его обетование, строить отношения с Ним. Как Бог коснулся бедра Якова, и Он вспоминал при каждой ходьбе о том, что Ему больно, и что Бог Его благословил и коснулся, в нашей жизни тоже есть трудности, которые мы вспоминаем и понимаем, что Бог нас не оставил. Нам трудно, но Он был рядом, и мы можем идти вместе вперед. Спасибо. Самое большое благословение, которое обещал Господь Якову, который осознал свою никчемность, свою слабость и через встречу со страданиями, болью увидел, что источник спасения это Господь, самое большое благословение это та победа, которую Господь дает над чувствами, греховными желаниями, те силы, которые Бог наделяет каждого, кто обращается к Нему. И поэтому очень важно, чтобы под руководством Святого Духа мы развивали понимание, правильное понимание о Боге, о том Боге, который даже в трудных обстоятельствах не оставляет человека и всегда готов поддержать и помочь ему. Проявляйте решимость, проявляйте стойкость для того, чтобы продолжать согласовывать свою жизнь со Словом Божиим. Да, для этого нужно время, нужно готовность, нужно желание, чтобы посмотреть в это зеркало и увидеть, какой ты есть на самом деле. Пусть Господь посредством силы Святого Духа наполнит каждого из нас сверхъестественной силой и способностью пройти все суровые испытания, которые сталкиваются в нашей жизни, пройти и остаться победителем. Господь да благословит нас в этом. Приглашаю, чтобы обратились с этой просьбой, молением к Нему. Дорогой наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты любишь каждого из нас. и проходя через горнила испытаний нашей жизни, Господи, Ты допускаешь все это не для того, чтобы мы обожглись, не для того, чтобы мы покалечились или для того, чтобы мы пострадали, но Ты допускаешь все это для того, чтобы мы стали другими. Господи, как много раз мы хотели изменить сами себя, как много раз мы сказали, что мы будем другими, но всякий раз мы разочаровывались, потому что делали это сами, без Тебя. Мы просим Тебя, дорогой Господь, благослови каждого из нас, кто сегодня принимает решение быть верным Тебе, несмотря ни на какие трудности, испытания, болезни или тревоги этого мира. Благослови, Господи, нас, чтобы мы держались за Тебя, проходя весь свой жизненный путь. Благослови, сделай, Господи, нас другими через испытания и трудности нашей жизни, для того, чтобы мы, оглядываясь назад, могли увидеть, как Ты вел нас от победы к победе. Во имя Иисуса просим об этом. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, благодарны, что вы участвовали в совместном изучении Священного Писания и желаем вам победы, Божьего руководства, охраны и мира в сердцах ваших и ваших родных, близких. Всего доброго, до встречи, до свидания.